Почему одни дебилы, а сегодня? Блин, она делает так, как будто... Боже мой, у меня сразу пошлые фантазии рождаются. А ты специально себе блондинку взял? Че не спишь? Да я пойду спать в езду. Какого рода пленни? Родился в Баку в городе. Знаешь, слышал такое? Да, конечно, знаю. Это ведь Армения, да? Нет, это Азербайджан. Я пошутил. Понимается, все, я понял, что тут твое. Хохохохо. Ходил в одно заведение, там, как сказать-то, лаваши продаются. И я, значит, кофе... Ну, я фанатом кофе был всегда, я пил очень много. Я спрашивал, типа, можно мне лаваш армянский? Вот у вас он есть, кажется. А я не различал, что лаваш бывает армянский и азербайджанский. Они же разные. Вот. Ну, один на таком воздушном тесте, а твое плоский. Я говорю, можно мне, вон, лаваш армянский? А мне сказали, типа, а мы азербайджанцы. И мужики там здоровые, блядь, азербайджанцы. Они на меня так посмотрели, коз. Я думал, мне не сносить головы. Сейчас меня будут бить. Питер. Я вообще Питер, если честно, так люблю вообще. Я там был раз на 5-6, там все культурные, все приятные люди. Вообще люблю Питер. Ну, я понимаю. Я понимаю. Я вот только бескультурный немножко. Как собака себя веду с людьми. Абсолютно злой. А чё это так? Ну, не знаю. Может, в детстве меня недолюбили. Может, ещё чё? Нет. В детстве у тебя есть мать, у тебя есть отец. К сожалению, да. Почему к сожалению? Вот у меня, к сожалению, нету никого. Можем махнуться, хочешь мою мать забирай. Или батю. Это бесполезное же создание. Ну-ка, покажи лучше камеру, я не могу смотреть на эту тварь. Вот, на эту тварь смотреть можно. Вот, который ты говоришь, пухлый? Да. Армянский лаваш. Во-первых, они оба армянские. Исконные. Ну, это знаешь, азербайджанец сказал точно так же бы. Типа, они оба азербайджанские. Купили хлеба, я говорю, какого? Ну, вот это ваш большой блин. Ну. Смешно. Опять пластиковая бутылка? Наркотики принимать будешь? Не, я пиво только пью. Я наркотики не знаю. А, ну это тоже наркотик. Ну, я не об этом. Чего не спить, это поздно же. Мы проснулись, вот тут только. И с утра она в видеочате, да, сидит? Ну, у нас с этого день начинается, мы проснулись в чат. Талантливо. Обычно люди в туалет ходят, там зубы чистят. А, зубы врача. Вы так живете там что-то? Да, зубы чистят. Есть штуки такие придумали, щетки со щетиной. Щетина? Это что такое щетинь? Это когда много таких волосков пластиковых. Ну, как? Ну, зависит от типа зуба. У нас зубы же дифференцируются, да, в отличие от каких-нибудь там зверей. Ну, я слышал, да, есть такое мнение, что еда еду вычищает. Как у варанов, понимаешь? А какой кайф, я не понимаю, сидеть, ну, то есть в видеочате голым и лежа? Ты из тех ребят, которые дрочат? Или у тебя нет ног? Я не понимаю, что ты хотел показать. А, ясно. У тебя ребенок вместо ноги, прикольно. И в ногах. Ааа. Это ребенок, у меня есть все ноги. Это нечто более примитивное. А вот сколько ты сделал ребенка, скажи мне, вот мне интересно. Я женился в пятнадцать. В пятнадцать? На ком? Большинство людей даже дрочить-то не научились в пятнадцати. Вот, видишь, я скороспельный. А разве законодательством в России не запрещено в этом возрасте? Я цыган. Угу. Сейчас я. Поинтересуйся, поинтересуйся, как цыгане живут. У меня карманы. Карманов вообще. У меня друг уезжал в Питер. Сейчас жена у него там осталась в Питере жить. Он купил там квартиру. Он просто, судимости у него очень много. И он уехал назад откуда. А жена осталась там. В смысле, он съел судьбу снова, да? Или как? Нет. У него просто судимости были. Его на работу нигде не брали в Питере. Ааа. У него очень много судимости. У него там более шести. А как же он жену-то оставил? Она что-то гулять будет? Жена? А жена уже, нахуй, нашла там кого-то. Аааа. Так бывает, что ли? Это же возмутительно. Видел мультик про этого? Про Кеш. Мне родители запрещали мультики смотреть детство. Они говорили, что мультики сделают тебя олигофреном. И я подумал, что да, действительно. Поэтому... Олигофрен, это будет же болезнь. Она отличится. Может быть, через пару поколений. У меня в СССах участвовал, как он... Да вот, у него свечка. А, в СССах участвовал, что ли? В СССах участвовал. Сональной свечки. В СССах участвовал? В СССах участвовал? Сональ... Это гирлянда. Мне шкуры одна подарила. Ты чё? Да прочитай её. Что на океана песни? Да не знаю. Дрочишь много. Вот что написано. Ааааааааа. Ты будешь сейчас курить... Я пепси. Она просто замороженная, побелела. Ты морозишь пепси? А как-то, в смысле, теплая, что ли? Я ее заморажил, чтобы она как белая становилась. Так ты грызть ее будешь, что ли? Че, да. А как ты сейчас? Ты ее кинжалем вскрываешь всю щи, да, и потом грызешь или что? А, да, да. Боже мой, что я вижу? Ты серьезно, что ли, чувак? Что это такое? Пепси претерпела стадию сублимации. Она мне как-то не дает увидеть сына. А, а почему? То есть, она там мужика нашла или что? Сейчас она живет с моим лучшим другом. Бывшим лучшим другом, я хочу сказать. А, бывшим лучшим другом. Потому что я думаю, что вряд ли ты бы поддерживал с ним отношения. Такой типа, окей, я сегодня трахал твою жену. Окей, дружище, пойдем пивка попьем. У нее две полоски, а у тебя, блядь, 92, блядь, на дрочек дохуе. Класси, мне, видишь? Это треугольник, нахуе, благополучие. А у него просто, блядь, две нахуй коллажные линии. Треугольник, благополучие, блядь, это то, как пирамида какая-нибудь, знаешь, финансовая. А твои эти поганые линии, они говорят только о том, какую форму ты держал член в руках. Ладно, благородивающие. Идите в нахуй. Вы, вы какие-то дикие. Я не могу понять дорожку вот эту, в которой ты живешь. Но она явно не кокаиновая, приятель. Ты говоришь о своих взглядах на жизнь, но в разных ситуациях, хотя я понимаю, что ты сейчас должен сказать, но ты говоришь совсем другое. Сейчас там другое. Ты, ну, что, ты как весенняя погода такой. Это очень романтично, прямо как хоку японских мастеров стихосложения. В ЗАГСе или в каком-то таборе? Самого господа бога. Ну, это понятно, да, и ребенка, скорее всего, ты украл, да, как все цыгане? Да, да, твою маму. Выбал твою маму и украл. Твоя девица, которая родила тебе ребенка, это тоже цыганка, да? Твоя мама? Спроси у нее. Не, ну, как бы, давай по чесноку, ты что ты как дурак-то? Ты начал дурака валять. Я начал? Нет, ты сказал, типа, твою мать и все такое. Просто карманы у тебя пустые стали. Ну, это шутка же, ептать, она абсолютно безобидна. Нет, еще как дурак-то. Я, че тебе, че я у тебя коня, что ли, украл, ты че обижаешься? Я обижаюсь, обижаются обиженные. Нет, обиженные это положение в тюрьме. Тюрьма там тоже же есть. Ну, значит, агностик. Агностик, получается. Ну, вот как-то так. Ясно. Наверное, диагностик. Диагностик? Хочешь, механика не заведите. Диагностик. Нет, не диагностик. Я начальник свежего воздуха. Тогда я буду портить твой свежий воздух. Я сейчас в Питере. Я тоже в Питере. На севере и на юге. На просвещении живу. О, я тоже на севере. Я в районе Озерков. Так что... А улица? Англия или какая? Ты чё, серьёзно думаешь, что я свой адрес скажу кому-то вроде тебя? Это был видеочат Ночь на земле. Спасибо за внимание. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Давайте попробуем спровоцировать нечто дикое. Если этот ролик наберёт 100 тысяч лайков, то в следующем, или через один, через два, я сниму, как я готовлюсь к Версус-баттлу с Юрием Хованским. Пошумим, блядь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok